В начале апреля Лондонский театр Колизей впервые принимает у себя труппу Санкт-Петербургского государственного театра балета под руководством Бориса Эйфмана. Хореограф, которого по праву считают лицом российского современного балета, покажет в Лондоне два спектакля Анну Каренина и Онегина. Мы показываем то, что в России сегодня не только бережно хранят классические традиции, но и создают новое, востребованное, конкретно способное, успешное современное искусство новой России. Поэтому, в общем-то, ну а если отвечаю на ваш вопрос, я думаю, что для нас, конечно, большая честь показывать свои спектакли в Нью-Йорке и в Лондоне, и в Берлине. Но еще много есть городов в мире, в которые мы также приезжаем, и на таком же уровне показываем все наши спектакли, потому что мы не делаем, так сказать, референциации, разницы между публикой столиц и, так сказать, не столичным городом. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана был создан в 1977 году, и изначально он возник как авторский театр одного хореографа, что для тех лет было явлением уникальным. В 2012-м театр празднует свое 35-летие и по-прежнему продолжает реализацию творческой миссии по созданию нового балетного репертуара современной России. Танцевать сложно во всех отношениях, потому что, во-первых, это один из самых сложных спектаклей у Бориса Эйфмана, и потом это русская классика, и такая исконно русская героиня, мне кажется. Но, с другой стороны, она близка мне, наверное, так же, как и близка любой женщине во всем мире, независимо от того, русская она или какой-нибудь другой национальности, потому что переживания такие очень близкие для женщины. Это терзание относительно любви, относительно ребенка, поэтому мне как женщине, как женщине, у которой есть ребенок, в общем-то, мне достаточно просто ее понять, но сложно поощрять ее в ее страстях, потому что это, в общем-то, человек, который, наверное, предал и семью, и собственного сына, и саму себя в первую очередь. Поэтому у меня всегда есть какой-то такой бескомфорт, но какая есть, поэтому интересно, потому что она очень однозначно, очень яркая и нестандартная личность. В этом году гастроли театра пройдут в Китае, Мексике, Нью-Йорке, Германии, Италии, Финляндии, Австралии и в Большом театре в Москве. И в то же время в Санкт-Петербурге продолжается строительство Дворца танца, призванного стать новым домом для театра, и Академии танца Бориса Эйфмана, инициатором которого стал сам хореограф. На данный момент я занят проектами даже не, как бы сказать, не сценическими, а более глобальными. Мы готовим к открытию Академию танца в Петербурге, и для меня это, да, в будущем году мы откроем, но это само открытие, это уже праздник. Открытие предполагает огромную работу по созданию педагогического совета и программы, и тодик, потому что все то, что будет в этой Академии, это будут все-таки, так сказать, новые какие-то балетные технологии, как бы новые задачи, которые мы ставим перед, так сказать, новыми поколениями артистов балета, более универсальные, более современные. Поэтому все это, как бы, ново для балетной школы России. Поэтому это все большой-большой процесс, который сегодня занимает колоссальное количество времени. Параллельно еще я работаю над проектом Дворца танца, и это, так сказать, еще пока застольный период, но все равно он такой очень напряженный, нужно работать с архитекторами, выстраивать концепцию и логистику будущего здания и так далее. Там это большая работа. Спектакли Бориса Эйфмана исключительно театральны, потому что это некий сплав фантастического и реального. И именно это является отличительной чертой хореографа. Театр Бориса Эйфмана завоевал уже мировое признание в странах Америки, Европы и Азии. И, кстати, во время гастролей в Америке и после просмотра спектаклей критики назвали Бориса Эйфмана одним из ведущих и лидирующих хореографов мира. Профайл Раша, Лондон, Великобритания.